В 1220 году в верхнем течении реки Архон была заложена столица нового государства – Кара-Карум. Талантливый полководец, энергичный, коварный и беспощадный властелин Тимучин был провозглашен Великим Ханом и назван Чингисханом – Небесным Ханом. Это означало начало создания единого монгольского государства. Определение монголы постепенно распространилось на все племена, входившие в первоначальное ядро монгольской державы. Главной своей задачей Чингисхан считал создание государства, в котором все жители были бы лично преданы и покорны ему и его помощникам. В бескрайных степях к северу от Китая обитали различные родственные племена и народы – монголы, татары, кирииты и другие. Природные условия этих степей предопределили главное занятие проживавших здесь народов – кочевое скотоводство. В ходе жестоких войн монголам в начале XIII века удалось покорить и объединить соседние кочевые племена. В ходе этих войн практически все татары были истреблены. Но сами монголы стали известны в Китае, а затем и в других азиатских и европейских странах под именем «татар». Историки иногда называют, в основу управления легла десятичная система. Население Монголии было поделено на тумены – по 10 тысяч человек, каждый из которых состоял из десятков, сотен и тысяч, во главе с соответствующими предводителями. Переход из одной десятки, сотни или тысячи в другую был запрещен под страхом смертной казни. Подобным же образом было устроено и войско. При этом вся полнота власти принадлежала великому хану, а огромные пространства степной державы управлялись назначенными им представителями его рода. Чингисхан создал свод законов, регламентирующий правила поведения и жизни монголов – Великая Яса. Чингисхан задумал покорить весь мир. Его захватнические планы были связаны с потребностью в новых пастбищах для сотен тысяч лошадей и другого скота. Кроме того, созданная Тимучином огромная армия не могла существовать без ведения войн и захвата добычи. Первоначально в армии Чингисхана было около 95 тысяч человек. Еще 10 тысяч воинов являлись его личной охраной. В состав войска постоянно вливались воины из покоренных монголами кочевых племен. В 1211 году монголы обрушились на северокитайскую империю Цзинь. Война быстро выявила военные преимущества завоевателей. Испытанным видом оружия являлся лук, доведенный монголами до совершенства в ходе войн и охоты. Этот вид оружия был чрезвычайно эффективен в руках стремительных всадников. Одной из особенностей монгольской тактики являлось маневрирование конницы на поле боя по условным знакам, которые подавались с помощью флага военного начальника. К 1215 году империя Цзинь была завоевана, хотя сопротивление там продолжалось еще много лет. Монголы быстро научились использовать китайскую военную технику, камнеметные и огнеметные машины, тараны, передвижные осадные башни и другую. Чингисхан включил в состав своих войск китайских военных специалистов. Вскоре Чингисхан покорил кочевые народы, жившие к западу от монголов. Затем наступил черед государства Харизмшахов, власть которого распространялась на Среднюю Азию и Персию. Если города не сдавались без боя, монголы уничтожали все население, оставляя лишь лучших ремесленников и людей, которых использовали для выполнения подсобных работ при своей армии. Однако и сдача на милость победителей не гарантировала спасения от мучительной смерти. Жестокость, с которой действовали завоеватели, лишала людей воли к сопротивлению. Завоевание сопровождалось грабежом всего и вся, остатки населения облагались огромной данью. Кроме того, покоренные народы должны были поставлять воинов в монгольскую армию, которая все увеличивалась. В 1223 году один из крупных отрядов монголов, пройдя через Кавказ, вторгся в Половецкие степи. Половецкие ханы обратились за помощью к русским князьям. «Сегодня перебьют нас, а завтра вас, если не поможете нам». Князья съехались в Киев на совет. Опасаясь, что половцы могут сговориться с монголами и тем самым увеличить свою силу, Киевский, Черниговский, Волынский, Смоленский и некоторые другие князья решили откликнуться на просьбу. Главным сторонником похода против неведомых завоевателей стал волынский князь Мстислав Удалой – храбрый и удачливый полководец. В конце мая 1223 года на берегу Калки, маленькой речки, впадающей в Азовское море, недалеко от Устья Дона, разгорелось кровопролитное сражение. В действиях русских князей не было согласованности. Они не имели общего командования, постоянно спорили между собой, а некоторые князья вообще не приняли участие в битве. Первым вступили в бой дружины Мстислава Удалова и его зятя, мужа-дочери Даниила Романовича. В бой ринулась и половецкая конница. Воины дрались храбро и решительно, но половцы не выдержали натиска врага, дрогнули и неожиданно бросились бежать, смяв русские полки. Монголы перешли в наступление и наголову разбили противника. После этого монголы окружили лагерь князей, не участвовавших в битве. Три дня длилась их осада. Князья согласились сдаться лишь после того, как монголы обещали сохранить жизнь дружинникам. Вероломно нарушив свое обещание, они перебили всех вышедших из лагеря. Князья были подвергнуты мучительной казни. Их связали, бросили на землю, сверху положили доски. На этом кровавом помосте монгольские военачальники устроили пир. Через какое-то время все пленные были раздавлены. В битве на Калке погибло более десяти князей. Мстиславу Удалому, Даниилу Романовичу и некоторым другим удалось спастись бегством. Всего назад вернулась лишь десятая часть русских воинов. Одержав победу на Калке, монголы вторглись в Крым, а затем разорили несколько городов и сел в Черниговском княжестве, но вглубь русских земель не пошли. Завоеватели повернули на северо-восток в Волжскую Булгарию. Здесь они потерпели ряд поражений и вернулись обратно в Монголию. Но уходили они лишь за тем, чтобы собраться с силами и вернуться снова. Монголы хотели дойти до последнего моря на западе, то есть покорить всю Европу. После смерти Чингисхана в 1227 году его сыновья и внуки продолжили завоевание. Был покорен весь Китай, Персия, часть Индии, Кавказ, Волжская Булгария, Половецкие степи, многие другие земли. Лишь буря, потопившая корабли, спасла от высадки монголов Японию. Под предводительством внука Чингисхана, Батухана, Батыя, монголы завоевали большую часть русских земель, обрушились на страны Центральной Европы. В 1241 году они дошли до берегов Адриатического моря. Однако серьезные потери, а также смерть сына Чингисхана, великого хана Угидея, заставили Батыя повернуть назад. Монгольская империя стала невиданным по размерам государством. На пике могущества ее население достигало 110 миллионов человек. Монгольская империя состояла из четырех частей – улусов. Перед смертью Чингисхан разделил свои владения между четырьмя сыновьями и их потомками. Главным являлся улус Великого хана – Монголия, Китай, Юг-Восточной Сибири, который считался верховным правителем всей Монгольской империи. Позже центр этого улуса переместился из Каракорума в Пекин, а сам улус получил название Юаньской империи. Другими частями империи были государства Хологуидов, Персия, Ирак, Закавказье, часть Средней Азии и Индии, Золотая Орда, Улус-Джучи, Северная Причерноморья, Поволжья, Русь, часть Сибири и Средней Азии, и Чагатайский Улус – Центральная Азия. Со временем улусы превратились в отдельные государства. Население Монгольской империи исповедовало различные религии, говорило на десятках разных языков и обладало разной культурой. Удержать в повиновении такие массы людей было крайне трудно. Для этого требовалось создать сложную систему управления. Монголы широко использовали опыт Китая и Персии. По приказу великого хана Мунке была проведена первая перепись жителей всех завоеванных земель. Вводились и должности специальных чиновников, которые отвечали за сбор дани, а также осуществляли суд и следили за порядком в отведенных им территориях. На Руси их называли баскаками. Армия, построенная на основе десятичной системы, была дополнена новыми воинскими формированиями, созданными специально для поддержания порядка на захваченных территориях. Образование Многонациональной империи вызвало необходимость изучения разных языков, подготовки переводчиков, издания словарей и справочников. Огромное значение имело создание регулярной почтовой службы с использованием лошадей. Наряду с гонцами правителей услугами почтовых станций пользовались также миссионеры и купцы. Таким образом, в период существования Монгольской империи расширились связи между разными народами. В повседневной жизни европейцев сказалось влияние монгольских государств и их народов. Отдельные элементы европейского быта проникали и в жизнь монгольской знати. Благодаря монголам жители Европы познакомились со многими изобретениями и достижениями китайцев. Ввоз шелка способствовал зарождению его производства в Италии. Трудно переоценить значение изобретенных китайцами компаса, пороха, а также идеи книгопечатания, позже заимствованных европейцами. В отношении различных религий монголы проявили веротерпимость, предоставляя своим подданным в разных концах империи право верить в своих богов и иметь собственное духовенство, которое было освобождено от Дани. Со временем значительная часть монгольской знати приняла ислам, что способствовало распространению этой религии на бескрайних просторах империи. Вместе с тем монгольское господство имело и отрицательные последствия. Завоевания сопровождались колоссальными людскими потерями и хозяйственным разорением. Сотни тысяч человек были обращены в рабов. Огромные регионы обезлюдили, исчезли города, заросли пашни. Так, в ряде районов России численность населения достигла до монгольского уровня лишь в XVIII веке. Тяжелейшая дань, которой было обложено население, постоянный угон людей, прежде всего ремесленников, в рабство, тормозили развитие экономики всех завоеванных стран и народов. Расширение контактов между людьми способствовало тому, что многие страны и народы Евразии часто становились жертвами массовых заразных болезней. Наиболее опасной из них была чума, с которой монголы столкнулись в Гималаях в середине XIII века. Через сто лет из владений Золотой Орды чума была завезена итальянцами в Западную Европу. От этой «черной смерти», как ее называли, в середине XIV века вымерла треть населения европейских стран – более 25 миллионов человек.